В четверть финале россияне сыграют с японцами. По итогам группового этапа мы заняли второе место в группе и могли рассчитывать только на азиатские сборные. Учитывая, что с Таиландом мы играли в группе, выбор был между японцами и действующими чемпионами мира в командных соревнованиях китайцами. Слабых соперников здесь уже нет. А коль мы заняли не первое, а второе место в группе, играем с первым, то, наверное, здесь хороших вариантов нет. Но, на мой взгляд, это все-таки лучше, чем, например, Корея. И даже лучше, чем я бы хотел встречаться с Китаем. Но там посмотрим. Вы оцениваете японцев? Уже посмотрели результаты, как они играют? Нет, у них очень плотненькая, хорошая команда, хорошо подготовленная. Так что нам с ними будет очень тяжело. Напомним, что на групповом этапе россияне уверенно начали с победы над Канадой 5-0. Но затем уступили Таиланду 3-2. Взять реванш у тайцев еще может получиться. В случае победы над японцами Россия сыграет с победителем пары Таиланд-Китайский Тайпей. В одной игре не добрали, в другой чуть расслабились. И получилось, что одну игру проиграли и попали во вторую уже корзину не в разряд сильнейших. Поэтому приходится играть уже с теми, кто реально очень сложен, чтобы их обыграть. Япония выпала нам. Сложная команда, сильная команда, но не непреодолимая. Если ребята настроятся, то вполне реально пойдут. Но уже четвертый финал, уже слабых нет. Поражение Таиланда как в команде себя чувствует? Ну вы знаете, ребята уже очень опытные. Они участвовали во многих международных соревнованиях. Поэтому и к победам, и к поражениям они уже привыкли. Хотя, конечно, положительных эмоций это не добавило. Но надеюсь, что ребята сегодня постараются, хорошо настроятся. Но все-таки у себя дома очень хочется преподнести приятный сюрприз своим болельщикам. Задача номер один – победить японцев. В этом случае мы уже как минимум получим бронзу. А это для России будут первые медали в истории чемпионата мира в командных соревнованиях. Андрей Милентьев, Сергей Григорьев для программы «Городские вести». Окей, ну и нау.